Здравствуйте, Кольцо, Кольцо. Все хотели вас видеть. Здравствуйте еще раз. Сейчас требуется официальное слово о том, что такое журнал контрабанда. У нас была даже идиотская мысль начать с того, что я вот сейчас вот достану из сумки белый конвертик, запечатанный, передам его Татьяне Витальевне и скажу Татьяне Витальевне. А вот это наши отчеты сегодняшнего мероприятия. И вот после этого это все и начнется. Нам ничего не начнется, потому что сначала мне надо рассказать действительно о том, что за журнал у нас такое. И почему у нас все так категорически меняется через 4 года после нашего рождения, когда у всех к этому времени наоборот вроде бы что-то начинает устаканивать и обнаруживается какое-то тяготение к устоявшимся журнальным традициям. У нас получилось все немножко не так. Журнал мы придумали, значит, соответственно, 4 года назад. Как-то раз вечером мы сидели на форме молодых писателей. У нас было несколько человек из разных городов. Писатель из Бакана Андрей Голозеров прислал газету, приемлял газету, которую они делали в Бакане. Мы газету передавали за руки и страшно ему завидовали, потому что сделано было очень здорово и очень адекватно контексту происходящего. То есть это была не абаканская газета о литературе и не газета абаканская литературе. Это была газета о литературе, просто-напросто сделанная в Бакане. Она действительно реально цепляла очень здорово место человека в культуре и мире. То, чего нам всегда хотелось перемешать вместе географические пространства, времена и найти какой-то дополнительный смысл, кроме тех, которые лежат на поверхности. И тогда мы решили попробовать сделать свою газету. В процессе подготовки первого же номера выяснилось, что мы вылетаем из запланированного количества полос, и поэтому вместо газеты сначала получился тонкий литературный журнал, как выразился Евгений Степанов, который нас консультировал по поводу того, как такие дела вообще обычно делаются. Мы-то до этого занимались исключительно интернет-проектами, в течение 5-6, наверное. На общем, сначала это был тонкий литературный журнал. Через полгода после того, как контрабанда появилась на свет, она героически разорилась и прекратила свое существование. Просто по той причине, что выпускалась она на народные средства, а поскольку мы гребили журнал исключительно ориентируясь на какие-то кажущиеся на авторитетные источники, значит, соответственно, получалось, что свою аудиторию мы не имеем и пытаемся ее найти. Но вот через полгода, значит, мы разорились, и чтобы журнал не пропал, мы героически раздали остатки на улицах Одессы. А дальше что-то самое интересное. Мы увидели, каков мир без контрабанды, и поняли, что нас это категорически не устраивает. Мы поняли, что мы в лепешку разобьемся, но мы сделаем журнал заново, сделаем в совершенно другом виде, но он будет. И мы это сделали. Прошло, правда, довольно долго готовиться, в том числе с организационной финансовой части, но с того времени, по крайней мере, организация процесса нас не подводила. По крайней мере, фатально. Каждый раз в любой сложной ситуации мы все-таки изыскивали силы и что-то такое придумывали. В январе, значит, соответственно, какой-то у нас год получается, 2010 года, если я не обсчитывался, контрабанда перестала быть литературным журналом и стала просто журналом культурой. Там стали публиковаться статьи о кино, о музыке, в основном музыке, об архитектуре, об истории. Мы пытались связать воедино различные пласты культурного кода именно для того, чтобы быть на какой-то новый необычный контекст. Типичные статьи того времени были, например, о статьях Козыровецкого по поводу того, что «Конька Горбунка» написала вовсе не Пушкин. Это совсем не было. Идеи фикс, такие спорные идеи публиковали. Но просто понимаете, уход от шаблона, в этом что-то и есть. Или вот, например, была волшебная статья, которая повествовала о Зощенко с точки зрения того, что Зощенко в юности был не с шансом. Действительно был сторонником красного террора. Поэтому, когда он сам попал под красный террор, он очень долго удивлялся, а почему меня? И тоже, в общем-то, в этом был какой-то такой нестандартный взгляд к тем стереотипам, к которым мы привыкли, они как-то стали подшатываться. И к концу года мы, в общем, уже вполне себе созрели для того, чтобы вообще, в принципе, отойти от каких-то годовых шаблонов и писать обо всем, что в голову взбредет. Где-то в сентябре, как раз вот, да, точно нужно следить этот момент, уже свалили Лужкова, но еще не прислали Собянина. В этот момент мы сидели в книжном магазине «Гиперион» и думали, что бы такого придумать. Кому-то в голову пришла идея написать московские городские новости, которые бы, соответственно, поведали о том, что, наконец, кровавый Лужковский режим сброшен и, наконец, настала новая правильная власть. И мы написали о том, что идет героическая борьба за возвращение Москве исторического облика. А МКАД сужается до исторической ширины. Ладонями, буквально, лопатами засыпаются станции Люблинской ветки метрополитена, как незаконно возведенные во времена Лужкова и нарушающие исторический облик города. Ну и так далее. Примерно тогда же возникла идея, которую мы, в общем-то, честно сперли. Я не знаю, кто первоначально этим занимался, но я лично знаю эту идейку от Станислава Лена. У него целый цикл таких произведений есть. Мне еще говорили, что у Борхеса это есть. Не знаю. Борхеса я читал очень мало, мне это не попалось. В общем, мы стали опубликовать лицензии на придуманные книги. Потом, после и дальше, у нас появились лицензии сначала на придуманные музыкальные альбомы, потом лицензии на фильмы. И, в общем, дело зашло очень далеко. Этот раздел у нас назывался по непонятным причинам Библиотека Атлантиды. А раздел, который был Московские городские новости, у нас же каждый журнал посвящен какому-то региону, значит, соответственно, он каждый раз трансформировался. После Москвы был Петербургский номер, у нас были Петербургские городские новости. Но мы почувствовали, что это не совсем тот формат, который нужен, и поэтому мы стали описать, в принципе, обзорную историю об этом регионе. Она, с одной стороны, немножко напоминает опыты историка Кавкоменко, который придумал какие-то невероятные тиреги по поводу и без повода. С другой стороны, мы как-то так подводили друг к другу символические ряды, и тоже получалось любопытно. То есть, там был, в общем-то, не просто стел, а стел, а стел, претензий на раскрытие какого-то потайного слоя, смыслового. И некоторые такого рода прогоны, они были очень удачны. Надо для того, чтобы всем было понятно, что все это встраивалось в какую-то систему, причем мы ее сами не осознавали. Мы всегда вставляли две кодовых фразы. Причем никто из контрабандистов не может объяснить, что они значат, в предметном смысле слова. Во-первых, у нас в каждой такой статье обязательно появлялся рано или поздно патриарх Кирилл, который что-нибудь освещал, причем совершенно все равно что. А во-вторых, время от времени мелькала еще такая фраза, точнее кусок фразы. Наши добрые инопланетные предки из созвездия Волоса Вероники. Обычно мы это к концу ставили. Ну, тогда люди, как правило, убеждались, что мы полностью неадекватны и относиться серьезно к журналу истории. Ну, и, соответственно, они могли более-менее нормально после этого читать уже серьезные статьи, которые, в общем, показывали, говорили о серьезных вещах, с какой-нибудь неожиданной страной. Вот. В общем, собственно говоря, примерно в этом русле мы и развивались до лета этого года, пока вдруг не почувствовали, что как-то у нас все уже больно сильно устаканилось. Как-то слишком стабильно все. Вот. Надо это все дело переворошить и заняться чем-то иным, что ли. Более сложным, невозможным, может быть, даже. Вот. И мы решили, что, пожалуй, журнал состоялся ровно настолько, чтобы мы всегда поставили именно амбициозную цель. Чтобы мы сами стали лучшим и люди вокруг осуществили гораздо в большей степени, чем было то. Потому что, собственно говоря, придерживаясь глухой буквы закона о СМИ, мы не делали журнал тиражом больше, чем 400 экземпляров. То есть, это в рамках СМСДАТа смотрелось, в общем-то, нормально. Вот. Но, как бы, приходит момент, когда 400 экземпляров это слишком мало, хочется больше. А вот тут вступает в дело законного рынка, зная которыми, в общем, как бы, можно управлять процессом и, в общем-то, спокойно делать свое дело дальше. Вот. У нас этот процесс начался в конце августа. Мы себе поставили задачу выйти на тираж в 10 тысяч экземпляров. Вот. Правда, это по времени не сильно растянулось, поскольку процесс оказался очень тяжелый, чисто с технической стороны. Одно дело печатать 400 экземпляров, другое дело 10 тысяч. В общем, как бы, там, мощности другие и, самое главное, графические параметры совершенно другие, сложные. В общем, надо очень тщательно все было перетрыхнуть. Вот. И я, в общем, думаю, что мы эту задачу начнем выполнять с 1 января. За это время мы сделали пока всего лишь полтора номера. И они сделаны в основном для рекламодателей. Потому что самая главная задача для нас, в общем-то, сейчас запустить процесс так, чтобы он бы очень удерживался несколько лет. Вот. Поэтому показывать мы вам ничего особенно не будем. Единственное, мы должны через некоторое время приехать газета «Ля Фронтера» и, возможно, приедет цветной анонс нашего журнала, вот этого самого номера, который сейчас вышел, который мы, мы знаем, между собой, лайт-экси. Вот. Газета «Ля Фронтера» появилась уже в процессе работы с журналом «Контробанна», потому что мы поняли, что, во-первых, без нашего контробанного юмора мы войти здесь никак не можем, а, с другой стороны, поняли, что он потихонечку не то, чтобы укладываться в систему, он, в общем-то, всегда был систематизирован. Мы начинаем эту систему осознавать. Тогда мы предприняли дальнейшие усилия, чтобы это произошло как можно скорее, и у нас появилась в итоге такая вещь. У нас появилась ролевая игра, которая, собственно говоря, начнется с 1 января, но, в общем, запись желающего участвовать в ней начнется сегодня. Здесь я немножко приостановлюсь, поскольку надо будет, в общем, как бы торжественно поведать именно о самой сути ролевой игры, а о журнале «Контробанна» в общем-то я рассказал достаточно немало, и в процессе я буду, наверное, уже только представлять основных действующих лиц, которые сейчас являются сотрудниками журнала и вносят в свою индивидуальность в общую нашу задачу, в общую нашу деятельность. Для начала я хотел бы ее всех назвать по именам, чтобы, так сказать, мы все были знакомы. Наталья Краковская. Наталья, главного редактора, фотокорреспондент и выполняет различного рода еще организационные вещи, постановляет структуру того, как мы работаем. Дмитрий Бебенин, руководитель отдела Александра Чекалова, руководителя отдела кино «Сашка Машев». Что делать? Значит, соответственно, отдел новостей у нас возглавляет Анна Инфантьева, живущая в Кемерово. По понятным причинам она здесь не представлена. Отдел литературы у нас возглавляет Лиэна Ласмова, живущая в окрестностях Риги. И остается отдел музеев. У нас ее возглавляет Екатерина Романова, которая на приезде. Не знаю. Может быть, появится, может, нет. Если она появится, то он соответствует она тоже поможет. Может быть, вы на собственном направлении узнаете, появится ли она или нет. Мы зададим ответ. Мы активно засыпаем. Какой ответ? Вот. Значит, из корреспондентов журнала здесь присутствуют Татьяна Корпеченко, Танечка, Илья Морозов, Маша Рилцин, ты появись оттуда, чтобы тебя точно все видели. Ага, вот Маша Рилцин, Екатерина Филипенкова. Они там не случайно сидят, они, между прочим, выжиг охраняют и прорываются. Из авторов здесь присутствует очень много авторов. Александр Денисов, Мария Полянская, Сергей Барановский, Никита Ломтьев, Аплодион Грецк, Людмила Осокина, Аплодион Грецк, Аплодион Грецк. Теперь скажите мне, не забыл ли я кого-нибудь случайно? Алхутова. Алхутова. Алхутова забыл, точно. Алхутова.